Православные сегодня отмечают один из самых важных христианских праздников. Рождество Христово по традиции радость этого светлого дня вместе с верующими разделяет глава государства. Александр Лукашенко присутствовал на рождественском богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе. С великим праздником Александра Лукашенко поздравили воспитанники воскресной школы. Президент вручил детям рождественские подарки, а после вместе с митрополитом Павлом зажег рождественскую свечу чудотворной иконой Минской Божией Матери. Предание гласит, что образ был написан святым апостолом и евангелистом Лукой. Многие столетия икона находилась в Византии. Святыня пережила немало лихолетий. Ей поклонялись люди многих поколений. Рождество, праздник милосердия, любви и надежды. Закономерно в этот светлый день хочется говорить о добром взаимопонимании и благополучии. В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Президент подвел некоторые итоги ушедшего года. Немало говорил о вкладе церкви в укрепление мира и о будущем Беларуси. Мы прожили очень сложный год. Я не буду вдаваться в подробности. Я уже много говорил и в конце года, и в своем новогоднем обращении. Но главное событие этого года, что нам, как мы и мечтали год назад, и я, в том числе, стоя здесь год назад, говорил об этом, нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике. И это немедленно повлияло на все наше общество. Жизнь у нас непрекрасна. Я это понимаю. Она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед. Подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. И вы знаете, особенность нынешнего момента заключается в том, что у нас для этого все есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться. И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение. Основная цель моего сюда визита – поблагодарить нашего владыку, поблагодарить наших священнослужителей, всех, кто несет этот Божий крест во имя духовности нашего народа, за то служение нашему народу и нашему государству. Ведь та стабильность и покой, которая на этом непростом клочке земли, на перекрестке всех дорог существует – большой вклад в нашей церкви. Всех наших конфессий, особенно священнослужителей православной церкви. Все-таки это самая большая конфессия нашего государства. Соответственно, и народ вам отвечает миром и добром. Давайте это добро, этот мир, будем беречь как зеницу ока, потому что, как я часто говорю, экономика, деньги – мы всегда найдем, заработаем. А вот мир и покой – это та драгоценность, которая не приходит ниоткуда. Поэтому давайте беречь этот мир. Он для нас очень важен. По случаю праздника Александр Лукашенко и митрополит Павел обменялись подарками. В дар главе государства владыка преподнес икону «Спаситель», которую привез со святой земли Иерусалима. Образ освящен на гробе Господнем. Президент передал в дар белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в уникальной технике восковой темперы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова